Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Антон и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Squab Mechanic. Эта игра вам очень понравилась, действительно у этой игры огромнейший потенциал, здесь можно строить абсолютно много-много всего и это реально круто. Вы обратили внимание, что я продлил забор, чтобы как бы не заставлять вас скучать, я немножечко времени потратил и сделал его длиннее. Конечно, это было сложновато, но все-таки я справился и заметьте, да, как сразу стало красиво. Мне интересно, можно ли тут прокладывать асфальт, было бы действительно полезно. Что, я думаю, мы с вами будем сейчас делать? Мы с вами сейчас попробуем сделать, внимание, слушайте внимательно, дом на колесах. Да, детка, именно это мы будем делать. Понадобится площадь пошире. Давайте-ка мы поставим вот здесь, пожалуй. Вот, 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 вот тут, да. Отлично. И надо сразу определиться, из какого материала мы с вами будем делать, соответственно, этот дом. Надо будет потом переставить кнопки открытия инвентаря, а то не очень удобно. Из какого материала у нас это все будет делаться? Очень интересный вопрос. Ну, наверное, сама кабина, сама кабина будет из такого камня сделана. Материал непосредственно уже кемпера будет сделан из дерева. Мощность маловатая, да, у движка получается? Опа, подожди, 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 подожди. вот такой давайте поставим скоростной режим вот теперь ездит как надо управляется конечно не так легко как хотелось бы но езда езда вполне себе ничего то есть приличная так замечательно давайте тут припаркуемся еще чуть-чуть стекла тут как я понял к сожалению нету да теперь уже можно здесь сделать и дверь но с дверью мы разберемся чуть позже давайте будем разбираться теперь с тем как у нас все здесь будет крепиться пускай у нас будет прицеп прицеп у нас будет каменный до каменный прицеп у нас будет или знаете еще лучше мне вот есть идеальная мысль по поводу этого нам нужно опять таки поставить здесь все это на платформу чтобы это все крепилось безобразием так стоп не туда есть нам нужно будет ставить камень и и теперь сам сам подожди прожди не безобразничай теперь самое интересное как мы будем крепить сам прицеп сам прицеп наверное мы будем с такой платформой крепить до или она очень большая по размеру выходит нет нет слушайте вполне себе хорошая такая вот да идеально получается ну согласитесь же ведь ну идеально же ведь так и пол пол у нас будет точно такой же точно такой же у нас он будет каменный да только какой у нас был камень по моему такой он у нас был да ага все верно так какой ширины у нас будет давайте чуть больше будет ровно по моему ровно да получается так теперь давайте продлеваем все это дело вот на такую ширину примерно получается ну неплохо давайте утопим чтобы было проще или или все таки неровно мне кажется блин нет ровно ровно по бокам у нас все это будет обшито деревом наверное да может быть все сделать из дерева давайте все сделаем из дерева коль такая возможность есть а то с каменным полом будет не очень уютный домик ну согласитесь ну 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 право слово пускай будет дерево дерево все таки это очень хороший материал можно сказать успокаивающий даже вот до максимуму расширяем вот так вот получается получается вот такая вот байдурина очень интересная и вот теперь можно уже здесь все это дело высоту делать но определенно над делать выше кемпер надо ну как ему с кемпер то то есть дом на колесах надо делать его повыше крыша ну низко не высоко можно так сказать даже окна и все это мы будем с вами делать по мере возможностей так по моему здесь мы лишь не сделал ярос это не совсем то чего я хотел чтобы темно не было пока что не буду здесь ничего ставить другого колеса над сразу поставить это точно без колес не обойдется никак до колес надо прокладывать наверное там же где у нас идут и обычные колеса нам вот колеса будет крепиться на бетоне нет давайте знаете как колеса мы с вами вот так вот проведем допустим такая от линия будет так будет гораздо проще ориентироваться я думаю вот примерно то чего и хотелось и теперь очень важный вопрос очень очень важный вопрос у нас вообще это дело на одной линии да у нас это дело получается на одной линии но колеса у нас чуть пониже устроены давайте мы сейчас это сделаем здесь поставим одно колесо колеса народу здесь побольше я так думаю потому что тут у нас кемпер не маленький дать сначала попробуем поставить поменьше да попробуем просто посмотрим какой получится результат если результат будет плохой то уже мы будем знать что и как крутящий момент здесь да ну нужно ставить по-любому если хотим чтобы они у нас фуры коля и вообще двигались от двигателя подпитывались и ставим уже сами колеса непосредственно но я так понял ими рулить не надо или 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 нужно дополнительно даже и не знаю вообще но по-любому нужно их подпитывать от движка так вот так вот даже получается да давайте тогда попробуем просто проехаться на том что у нас получилось если такие пироги пошли здесь тоже нужна мощность гораздо больше вы это уже понимаете для подожди это нет 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 вот тут вот 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 такая вот мощность допустим очень плохо все это подвержено движению и двигаться можно конечно но при этом не поворотливо а как повысить поворотливость я не знаю каким путем назад пока не мере очень хорошо даже едет может быть тогда полный привод сделать полноприводное движение давайте попробуем сделать полноприводное движение тогда тачка ссорий ссори я не специально еще раз не специально тут тут просто такой абзац двигаться нормально невозможно Наверное, тут нужен полный привод для того, чтобы можно было спокойненько рулить. Такой байдуриной. Здоровенной. Без сомнений. Ну-ка, аккуратно. Вот так-то. Ставим на платформу, конечно же. И теперь попробуем сделать тогда полный привод. Коль на то пошло. Коль на то пошло. Придется здесь все отломать тогда уже в который раз. Я даже уже от этого безобразия устал. Серьезно. Так. Где я ставил колеса? Я ставил колеса. По-моему, я с краю их ставил, да? Но для начала опять-таки. Ставим штуковины. Ага. Я надеюсь, что это уже будет как положено работать. Потому что иначе тогда будет неприятно. Все-таки больше пяти колес нельзя подключить. И это совсем грустно. Но ничего. Я думаю, мы справимся с этой задачей. Сразу же направление ставим. Подключаем это все дело к двигателю непосредственно. Направление вот теперь в правильную сторону идет. А здесь тоже направление идет в нужную сторону. Хорошо. Руль. Руль. Да. Обязательно. Делаем. Так. Здесь у нас... Ага. Так. А тут... У нас тоже. А вот тут нет. Тут уже неправильно. А вот теперь правильно. Ну что, давайте попробуем. Посмотрим, что из этого получилось. Так. По крайней мере, мне кажется, с поворотом стало уже гораздо лучше. Мощность чуть повышенная, но при этом... Но при этом, как бы, я ощущаю машину уже гораздо лучше. То есть, она уже не следует такого впечатления, будто продвигается среди киселя. То есть, двигается уже гораздо лучше. Скорость нужно у движка немножечко понизить, чтобы она передвигалась как положено. И тогда будет просто великолепно. Все. Стоп. Аккуратно. Все. Мы настроили тачку. Великолепно. Просто замечательно. Давайте мы с вами сейчас вот так поставим ее снова на платформочку, чтобы было удобнее. Можно немножко опустить теперь. И будем думать, что ставить здесь. Что ставить непосредственно тут. Во-первых, конечно же, крышу. Ой. Ой-ой-ой-ой. Совсем не то я сделал, что хотел. Вот так вот. Теперь. Что у нас будет здесь? Здесь у нас... Здесь у нас вверх стеночку тоже надо делать. И лампы. Обязательно нужно освещение. Освещение, благо, у нас есть. Освещение много. И оно может быть тут использовано везде. Правда, я сомневаюсь, что от этого освещения будет много толку. Потому что оно какое-то такое тускловатое совсем. Но, как говорится, какое есть, такое есть. Особенно заморачиваться с этим мы не будем. Вот как-то вот так вот. Как-то вот так пускай будет. Только вот это немножечко надо тут поставить. Чтобы относительно перпендикулярно это все было. Важная-важная мысль. Где у нас тут будет такая постель. Где у нас будет окно. Пускай будет окно, допустим... Вот здесь такие будут окошечки небольшие. Вот. Чтобы ровненько было. И с этой стороны тоже будут окошки. Вот так вот. По-моему, ровно получается. Да? Это уж точно. Уж точно ровно. Вот. Великолепно. То есть базу мы с вами сделали. Для вот этого домика. Теперь его нужно украсить. Теперь его обязательно нужно украсить. Как мы его будем украшать? Каким образом? Что у нас для этого здесь есть? Что у нас для этого здесь есть? У нас здесь есть много-много ящиков. Можно поставить вот такие вот синенькие. Просто как вариант. Давайте попробуем. Ой, что-то они какие-то что-то... Совсем высокие. На них персонаж у нас не поместится. Это какие-то мешки с удобрениями. Это не совсем то, что надо. Да? Получается не совсем то, что нужно. А это плохо. Но можно... Ладно. Можно поставить вторые такие деревянные ящички. Вот. Здесь у нас будет такая, как сказать, импровизированная постелька. То есть персонаж ложится и отдыхает. Можно там какое-нибудь покрывало на нее положить? Ну, примерно покрывало. Вот, я так выразился, чтобы что-то такое было приятное. Welcome. Вот это можно сделать. Да, можно будет поставить обязательно. Тоже. Трава. 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 Как-то это все безумно, конечно, очень. Совершенно безумно. Почему-то это мне теперь напоминает уже фургон, где травку выращивают. Не знаю, почему. О! Во! Вот так вот можно сделать. Допустим, как вариант. Где вот эту штуковину повесить? Не хватает места, да, получается. То есть вот эту штуку убираем, а вот эту наоборот сюда поставим. Вот, да. Вот так вот уже гораздо прикольнее. Но мы разберемся, что здесь еще поставить. Какое место. Где у нас будет дверь, которая ведет сюда вообще, в этот фургончик. Давайте у нас дверь будет располагаться вот здесь. Вот мы вот ее вырежем. Так, персонаж помещается. Достаточно ему. Ну, вполне ему достаточно. Ну, надо будет все это дело разукрасить, конечно же. Придать вид более цивильный такой. Можно, конечно же, обвесить все это дело. Да, 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 точно. Можно все это дело здесь обвесить. Каким образом лучше все это сделать? Вот. Значит, давайте вот так вот здесь уберем. О! Вот так вот получается. По-моему, круто даже. Очень даже круто получилось. Чем мы еще будем все это дело обвешивать? Чтобы было прикольно совсем. Вот эти значки? Нет. Значки эти мне не очень нравятся. Не очень-то все прикольно. Что бы здесь такого можно было поставить-то? Что бы было совсем-совсем круто? Можно, конечно, обшить вот такими херовинками. Но мы уже поставили такую херовинку вперед. Поэтому вряд ли это то, что нужно. Вот эти можно сделать штуковина. Нет. Нет. Не камильфо. А это не смотрится вообще. Вообще никак при чем не смотрится. Значит, эту штуку можно поставить вот здесь, скажем. Вот тут. А смысл с другой стороны ее тут ставить? Никакого смысла нету. Туда можно вот так вот, может, поставить. Тоже нелогично получается. А вот так. И вот так. Да. По-моему, точно так же беспонтово. В общем, над этим еще, конечно, думать и думать. Но можно этот кемпер оббесить лампочками. Это я вам скажу с точностью. По крайней мере, это будет прикольно. Знаете что? Знаете, что можно сделать? И даже не то, что можно, а даже нужно. Вот здесь вот поставить еще несколько деревянных блоков. Будет тогда вообще великолепно. Да нет, не в ту сторону. Вот в эту. Да. Ага. О-о-о. Вот. Вот это то, что надо. И уже непосредственно тут поставить те лампочки, которые... Которых не достает. И вот наш персонаж может сюда уже залезать получается. Вот такой вот кемпер. Это, конечно, еще, можно сказать, зачаточное такое. Зачаточная часть у этого кемпера. Здесь можно обшить все это дело. Вот это штуковины, да? Можно обшить. А потом... Потом, потом, потом ступеньки можно сделать, так сказать. Своеобразные такие достаточно. Вот так вот. Вот, чтобы можно было легче залезть. И поставим уже здесь дверь. Но с дверьми надо разобраться, как нужно сделать так, чтобы они открывались внутрь или наружу, а не вверх или вниз. Это уже вопрос действительно хороший и будоражащий. Так, давайте мы это дело второй снимем. С кронштейна и посмотрим, как все это вообще выглядит. Выглядит это потрясающе. Очень-очень красиво, очень превосходно смотрится. Ну, серьезно. Ну, реальный дом на колесах получился. Вот действительно то же, то, о чем многие думают. То есть, прекрасная вещь сделанная. Действительно, очень мощная и красивая идея. С какой стороны не посмотри. С какой стороны не посмотри. Везде красота. Да? Ну, согласитесь же ведь. Превосходно. Тут есть над чем поработать, определенно. Но двигается это, управляется, смотрится. Превосходно. Можно даже кататься теперь вот на этом домике, в принципе, да. По всей карте и смотреть, что и как здесь находится, какие объекты. Но это мы, конечно, чуть позже будем делать, потому что идей еще очень много. Вы предлагайте свои идеи в комментариях. Мне очень интересно с ними будет ознакомиться. Посмотрим, как все это на деле. Какие у вас вообще еще есть мысли. И уже буду, соответственно, вашу идею рассматривать. И, быть может, ваша идея окажется очень подходящей для местного сеттинга. И можно будет что-то типа кемпера построить там. Или, как мне предложили, сделать ветряную мельницу. Тоже, например, как вариант. Много-много мыслей. И все эти мысли очень оригинальные. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.